Уже говорить о тенденциях. Перед вами график рисунок, период исследования год и видим, что октябрь 2021 года 774 доллара за квадратный метр. В данном случае мы рассматриваем, это у нас самый большой класс рынка недвижимости, естественно социальное жилье. И в октябре 2022 года видим, что 784 доллара за квадратный метр, класс социальное жилье. Что вот здесь, если вы посмотрите, в годовом измерении показало нам рост плюс 1,29%. Друзья, я не ошибся. Вы можете это пересчитать как угодно. Калькулятором, Excel, кто в уме, у кого хорошая память и хорошее знание математики, я вам даю цифры. Основная проблема всех, так сказать, вот этих, не хочу применять слова, но давайте так постебаюсь, анализаторов, назовем их анализаторы, которые анализируют какие-то рынки. В данном случае мы говорим о риэлторах, которые рассказывают на протяжении последних, я не знаю, уже больше, наверное, чем 4 месяца, что все пропало, рынок недвижимости жилой рухнул на 60%. При этом, в лучшем случае, они могут сказать, что в каком-то городе рухнул этот рынок на 60%. Но при этом, чтобы вы опять понимали, человек, который заявляет о том, что в относительных цифрах, это в процентах, на 60% рухнул рынок, он должен вам показать абсолютные цифры. Он должен вам рассказать, за какой период этот рынок рухнул или, наоборот, показал феноменальный рост. Я это делаю вам со скрупулезностью старого, так сказать, этого самого человека, который привык отвечать за свои слова. То есть, если есть базовый период сравнения октябрь-2021 год, я его так и артикулирую. Это 2021 год, октябрь и говорю о цифре. Если мы сравниваем 2022 год, октябрь с 2021 годом, я тоже называю эту цифру, вот здесь показываю. Вы можете уже посчитать в процентном соотношении, насколько подешевела недвижимость. Вот это называется метод статистического анализа. А то, что вам рассказывают вот эти товарищи, которые там что-то продают на этом рынке, это можно посмеяться, можно, я не знаю, как-то постебаться с этого. Ну, я это не по злобе говорю, просто мне пишут подписчики, что-то спрашивают, иногда бывают смешные вопросы, задают. Я это все подвожу к тому, что, друзья, если вам не показывают статистики, не говорят о абсолютных цифрах, а говорят только в относительных цифрах, что подешевела на 60%, можете смело выключать эту говорящую голову. Как минимум она вам расскажет неправду, но это вот мое, так сказать, субъективное, конечно же, мнение. Итак, за год мы увидели снижение стоимости квадратного метра плюс 1,29%. Также мы делаем, друзья, вот индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок в данном случае, это единичка 0,13. Что такое индекс недвижимости? Индекс недвижимости, друзья, это макроэкономический показатель, который характеризует состояние, точнее не состояние, а изменение стоимости квадратного метра во времени. В данном случае, я вам уже показал, это у нас целый год или 12 месяцев, октябрь 2021 к октябрю 2022 года. То есть это огромный проект, который, ну я не знаю, мы уже на протяжении больше пяти лет готовим эти индексы не только по жилой недвижимости, по коммерческой, по земельным участкам и так далее. Поэтому достаточно много сегментов, больше 12 сегментов рынка недвижимости для крупных украинских банков, иностранных банков, которые работают на территории Украины. И у меня, естественно, есть возможность делиться этой информацией с вами, что я, в общем-то, и с удовольствием делаю. Итак, давайте я постараюсь очень кратко уже рассказать о этом, ну, гистограмма, график, рисунок, что происходило на протяжении года. Мы видим тренды сумасшедшего роста, по-другому я это не могу назвать, в 2021 году, если вот здесь вы сами посчитаете, то это 3-4% в месяц был рост в городе Одесса, друзья. Феноменально, да? И видим, что вся эта история закончилась началом войны в Украине. Это февраль 2024 год. Мы видим, как отреагировал рынок недвижимости сразу же в Одессе на войну. И дальше мы видим, что вот эта восходящая гистограмма стала менять свое направление, стала она вниз входящая. Но, еще раз повторюсь, снижение стоимости квадратного метра не измеряется в 60%, ну, даже если брать с начала войны. Это говорят об этом риэлторы, а я говорю о том, что по полпроцента в месяц, где-то по одному проценту в месяц мы видим снижение стоимости квадратного метра. И в итоге, мы будем подводить итоги в конце этого видео, это буквально следующее будет уже у нас размышление, мы увидим, что к декабрю месяца, в месяцу, скорее всего, ну, это два месяца осталось, мы увидим снижение где-то, может, порядка одного процента за период исследования один год.